Ночлег в келье Иоанна Предтечи и урок любви Христовой. Внезапно мы услышали крик, нас звали. Из темноты показалась фигура монаха, потом второго, они бежали к нам, просили остановиться и звали за собой. Оказалось, что трудник сбегал в другую келью и рассказал живущим там греческим монахам о нас, и они бросились бежать за нами, чтобы предложить нам ночлег. Мы с радостью последовали за ними. Скоро перед нами из темноты выросла старинная, очень бедная келья. Здесь жили два монаха. Они-то и побежали за нами, боясь, что не успеют, и путники останутся без приют. Нас заботливо накормили. Еда была самая простая и бедная — холодные овощи, хлеб, вода — все то, чем питались они сами. Монах постарше, очень благообразный и худой, с аскетическим лицом, показал нам койки и успокоил. «Отдыхайте как следует, мы вас наутренню будить не станем, раз будем только на литургию». И мы счастливые провалились в крепкий сон. Утром помолились на литургии в маленьком Параклисе. После службы вместе потрапезничали. Видно было, что эти монахи очень бедны, но неохотно делились с нами последним. Старший спросил меня, кто я. Узнав, что я игумен, духовник монастыря спросил, сколько сестер подвизается в нашем монастыре, и с большой любовью подарил на всех простые бумажные иконочки святого Иоанна Предтечи. Оказалось, что это был скит Иоанна Предтечи, и великий святой через этих монахов оказал нам свою милость. Мы предложили им деньги, но они испуганно замахали руками, нет-нет. Они оказали нам гостеприимство не ради денег, а по любви, по заповедям Христовым. Они не просто приняли нас, поздно ночью эти монахи выбежали из своей кельи и бросились бежать за нами, чтобы пригласить к себе и щедро поделиться тем малым, что у них было. Я пошарил рукой в рюкзаке, нашел баночку икры и протянул ее монахам. Они взяли ее с радостью, и я понял, что такой гостиниц они видят крайне редко, а может и никогда. Мы сердечно попрощались с ними и пошли к лавре. Дошли до лавры и поняли, что выбрали неправильную дорогу, которая провела нас круговыми путями, петляя серпантином к морю, к скитам Катунаки. Подумав, поняли, что не случайно произошла эта ошибка. Ведь пройдя этот кружной путь, мы встретились с двумя монахами бедного скита, которые оказались богатыми как никто, богатыми евангельской любовью, искренне чистой, нелицемерной, бескорыстной, любовью ради Христа. Мы вынесли для себя, как это важно, принять странников, бежать за ними вслед, чтобы послужить им, а потом еще и благодарить тех, кому оказал милость и гостеприимство за возможность послужить им ради Христа. Это было гостеприимство Авраама. Любовь этих монахов оправдала в наших глазах и негостеприимство богатого скита, исцелила рану наших душ, удержала от осуждения. Мы давно уже были дома, но восхождение на вершину Афона осталось с нами, в наших душах, наших сердцах, преображенных милостью Божией там, в маленьком афонском храме преображения. Евгений Валентинович как святыню бережет одежду, в которой поднимался на вершину Афона, и мы с отцом Симеоном храним это путешествие в сердцах наших. 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 Симеоном храним это путешествие в сердцах наших.